ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Я рад и озадачен. Я рад, потому что у меня есть шанс чем-то поделиться. А озадачен, потому что мой самый короткий семинар продолжается 50 часов. Целые выходные. Я практикую полное погружение. Как вы учили языки? Вы же не просто учили правила. Вы погружались в язык так, что начинали его чувствовать. Я не буду вас мотивировать. Хотя люди думают, что я занимаюсь именно этим. Мотивация последнее дело. Люди говорят, мне это не нужно, очень хорошо. Я как раз этим не занимаюсь. Я тот, кто спрашивает, почему? Какова ваша мотивация? Движущие силы жизни – это эмоции. Все мы знаем, как думать. Но когда в дело вступают эмоции, все наши схемы начинают работать по-другому. Особенно умные могут проигрывать мысли в своей голове. Я хочу знать, что движет вами в этот момент. Я бы хотел, чтобы вы попробовали в конце этой лекции понять, где вы сейчас находитесь. По двум причинам. Во-первых, вы можете многим поделиться с другими. Во-вторых, мы начнем ценить их. Возникнут новые связи, которые помогут решить некоторые проблемы. Их скоро станет больше, но именно технологии соединяют нас, потому что заставляют взаимодействовать. Почему у разных людей разные качества жизни? Мне нужно дать ответ. Мне звонят, когда спортсмен проваливается, а он был впереди с отрывом, а потом не может вернуться в гонку. Мне звонят, когда ребенок собирается покончить с собой. За 29 лет не было случая, чтобы я не смог помочь. Причина такой эффективности в понимании потребностей людей. Как можно изменить жизнь? Есть два урока жизни. Первый – есть технология успеха, применимая практически ко всему. Второй урок – это то, как всего этого добиваться. Вы пишете программу, следуете ей и достигаете результата. Но когда доходит до воплощения задуманного, начинается искусство. И тут все дело в том, насколько хорошо вы можете соучаствовать и ценить других. Моя лаборатория ищет ответ на вопрос. Чем отличается жизнь человека, если вы смотрите на нее глазами людей, которые получили от вас все, что могли. Они получили все ресурсы, которые хотели. вы дали им самый лучший компьютер. Вы дали им любовь, радость. Часто эти люди не вылезают из реабилитационных клиник. А затем вы встречаете людей, переживших страдания. И часто они становятся теми, кто приносит обществу пользу. Почему? Психотерапия говорит, что мы состоим из нашего прошлого. Наша биография это судьба. Прошлое определяет будущее. Но надо напоминать себе, что сильнее всего на свете решение. И когда вы спрашиваете, вы когда-нибудь терпели неудачу? Скажите, да. Но если вы спрашиваете, почему, какую причину вам назовут? Недостаток знаний, денег, времени, технологий. У меня не было нужного менеджера, не было Верховного Суда. что общего у всех этих причин? Они говорят, что вам не хватило ресурса, и возможно, так и есть. Но это нельзя считать определяющим фактором. Я могу ошибаться, но решающие значения имеют изобретательность и способность находить ресурсы. Если у вас есть эмоции, которые вы смогли сообщить своему делу, я уверен, у вас бы все получилось. Но мне, конечно, легко говорить «Идиот Тони Роббинс». Но я знаю, что, когда мы смотрели теледебаты, мы испытывали эмоции, которые мешали людям оценить ум и способности этого человека. Но там были эмоции. Многие ли из вас знают, о чем я говорю? Если мы добьемся нужной эмоции, мы сможем достичь любой цели. Можете ли вы достучаться до кого угодно? Если у вас нет денег, но вы изобретательны и решительны, вы найдете способ. Это самый важный ресурс. Но люди обычно говорят не об этом. Почему они потерпели неудачу? Что определяет ваши ресурсы? решение формирует судьбу. То есть определяют три решения. На чем вы собираетесь сосредоточиться? Прямо сейчас вам нужно решить сознательно или бессознательно. И решение вызывает эмоции. Это определяет наши действия. Это трудный вопрос, но подумайте. Вы принимали поворотные решения за последние годы? Скажите, да. Решение о выборе работы, где встретили любовь всей вашей жизни. Может быть, это было карьерное решение. Я знаю, что гений из Google, которых я здесь видел, приняли решение продавать свою технологию. Что если бы они приняли решение строить свою собственную культуру, изменился бы мир, когда женщина сказала «Нет, я не пойду в заднюю часть автобуса». Это решение повлияло на всю нашу культуру. Или когда вы велосипедист Лэнс Армстронг и вам говорят «У вас рак яичек». Он принял решение сконцентрироваться. Он начинает работать и выигрывает семь титулов, потому что у него появились нужный настрой и сила. За 29 лет мне выпала возможность пообщаться с тремя миллионами человек из 80 стран. Через некоторое время работы с ними общие паттерны становятся очевидными. Южная Америка и Африка могут быть определенным образом связаны. Что определило решение Лэнса? Что определяет ваши? Две невидимые силы. Наше состояние. «У всех были случаи, когда мы что-нибудь делали и после этого думали «Не могу поверить, что я это сделал». Скажите «Да». Это ведь относится не к вашим возможностям, а к вашему состоянию. Ваша модель мира – своеобразный фильтр. Это то, из-за чего люди принимают решения. Нужно понять, какова ваша цель. У многих ли из вас были цели и желания? И вы думали «Все ли в порядке?» Если вы знаете, о чем я говорю, скажите «Да». У нас есть потребности. Я считаю, что у человека есть шесть основных потребностей. Когда вы знаете, какая цель двигает вас вперед, и вы обнаруживаете ее, вы не формируете ее, вы просто обнаруживаете ее, тогда вы находите свою карту. Это система представления о том, как удовлетворить свои потребности. Некоторые думают, что чтобы удовлетворить свои потребности, нужно разрушить мир. Другие хотят что-то построить, создать, любить кого-нибудь. Чтобы сделать это, нужно особое топливо. Вам нужна уверенность. Как этого добиться? Всех контролировать? Выработать навык? И так уже получается, что если вы абсолютно уверены, вы уже не будете ни о чем другом думать. Если мы получим уверенность, что мы почувствуем? Неодолимую скуку. Господь наделил нас потребностью вне определенности. Нам нужно разнообразие, неожиданности. Вы любите сюрпризы? Вам нравятся сюрпризы, которых вы сами хотите? Остальные вы называете проблемами. Итак, вы когда-нибудь брали в прокате видеокассету, которую уже смотрели? Почему вы делаете это? Вы знаете, что это хороший фильм, но надеялись его подзабыть. Третья потребность – значимость. Самый быстрый способ добиться этого, если у вас нет никакой подготовки, никакой культуры, убеждений, это насилие. Если я подойду к вам и приставлю пистолет к вашей голове, то я сразу стану важным. Сколько вы дадите мне по шкале от 0 до 10? Насколько я уверен, вы мне ответите 10? Никто не знает, что после этого произойдет. Это очень захватывает. Поэтому насилие всегда было и всегда будет так много, если только в сознании всего человечества не произойдут изменения. Но чтобы быть важным, нужно быть уникальным и не похожим на других. И здесь мы приходим к тому, что нам действительно нужно. Любовь и общение. Они нужны всем, но большинство людей выбирают общение, потому что любить страшно. Они не хотят, чтобы им было больно. Вам когда-нибудь было больно из-за любовных отношений? Скажите да. Если вы сейчас не подняли руку, значит с вами случилась какая-нибудь другая фигня. Скажите да, и вам опять будет больно. Разве вы не рады этому позитивному выводу? Но правда в том, что нам это нужно. Мы можем достичь этого только в интимной сфере, в дружбе, в молитве, в общении с природой. Если вам ничего не помогает, заведите собаку. Не заводите кошку, собаку. Потому что эти потребности. Дальше идут потребности духовные. Вам нужно расти. Мне кажется, что причина, по которой мы растем, в том, что нам нужно сделать что-нибудь ценное. Потому что последняя потребность внести свой вклад. Потому что мы все знаем, как бы глупо это не звучало, чтобы жить, нужно что-то отдавать. Жизнь создана не для меня, а для нас. Это заложено в нашей культуре. В моей жизни это произошло, когда мне было 11 лет. Был день благодарения, и у нас не было ни денег, ни еды. Мы, конечно, не голодали, но отец ужасно себя чувствовал, а мама напоминала ему о наших неприятностях. И кто-то пришел к нашей двери и принес еду. И мой отец принял «Я никчемный человек. Что мне делать? Уйти из семьи?» И он сделал это. Это был один из самых болезненных моментов в жизни. Я принял другие три решения. Я сказал себе «Еда мощный концепт, правда?» Второе решение изменило мою жизнь. Оно сформировало меня как человека. Я подумал «Это чей-то подарок? Я даже не знаю чей». Мой отец всегда говорил «Никто тебе ничего просто так не даст». И вдруг кто-то, кого я не знаю, ничего не просяв взамен, просто приносит еду, заботится о нас. И тогда я подумал «Что это значит?» «Это значит, что другим людям не все равно». И тогда я решил «Если другие люди заботятся обо мне и моей семье, я позабочусь о них. Что я сделаю? Я сделаю что-нибудь, чтобы изменить мир к лучшему». И однажды, когда мне было 17 лет, я вышел на улицу в День Благодарения. Многие годы я мечтал заработать денег и накормить две семьи. Это самое хорошее и волнующее из того, что я делал своей жизнью. На следующий год я накормил четыре семьи, на следующий восемь. Я не пытался заработать символические очки, но я подумал, что могу попросить других о помощи. Я привлек в прошлом году он накормил 2 миллиона человек в 35 странах. Я горжусь людьми, потому что им по-настоящему нравится делиться. У нас одни и те же потребности, но разве вы помешаны на уверенности, разве это для вас самое важное или все-таки неопределенность? Этот человек не может быть помешан на определенности, если он выбрался из столь глубоких пещер. Ваша основная мотивировка собственная значимость или любовь. Нам всем нужны все шесть. то, что вы делаете своим приоритетом, задает направление, а если вы двигаетесь к какому-то направлению, значит, у вас есть пункт назначения или судьба. Ваша карта укажет путь до пункта назначения. Мы все пытаемся удовлетворить потребность в собственной значимости. Последний элемент это эмоция. Я бы сказал, что одна часть этой карты связана со временем. Некоторые, когда говорят о долгах, имеют в виду сто лет, другие три секунды. А у меня ровно столько времени и осталось. Представьте, что вы убеждены, что никогда не сможете добиться того, чего хотите. в английском есть слова для шести тысяч эмоций. Если бы у меня было больше времени, я попросил бы 20 тысяч человек записать все свои эмоции, позитивные, придающие им силы, и те, что их обескураживают. Как вы думаете, сколько эмоций испытывают люди? Менее 12. И за половину из них они чувствуют себя паршиво. Значит, черт побери, остается пять или шесть положительных эмоций. Когда случилась трагедия 11 сентября, я был на Гавайях. Вместе со мной было 2000 человек из 45 стран мира. Я внезапно им сказал, когда люди начинают жить по-настоящему, когда сталкиваются со смертью, если бы вы знали, что через 9 дней умрете, что бы вы сделали? Одна женщина сказала, что отказалась выходить замуж. После моей речи она оставила своему любимому сообщение в офисе Всемирного торгового центра, где он работал. «Дорогой, я люблю тебя». Она пошла спать, и когда у нас было 3 часа ночи, он позвонил ей из башни и сказал, «Это так много для меня значит». Я не знаю, как тебе сказать, но это для меня самый большой подарок, потому что я скоро умру. Она дала нам послушать эту запись. Потом она была на шоу Ларри Кинга, и он сказал, «Бог, наверное, хочет что-то дать вам понять». Начиная с этого дня, живите на полную, любите на полную, не останавливайтесь ни перед чем». Она закончила, и человек встал и сказал, «Я из Пакистана, я мусульманин, я бы хотел взять вас за руку и сказать, мне очень жаль, но это возмездие. Я не буду пересказывать вам все остальное, потому что нет времени». 10 секунд. Ровно 10 секунд. Я уважаю регламент. Я пригласил этого мужчину выступить на сцене вместе с нью-йоркцем, который работал во Всемирном торговом центре. Там было более 200 жителей Нью-Йорка, и более 50 потеряли свои компании и своих друзей. Я попросил всю группу сконцентрироваться. Если сегодня вы никого не потеряли, вам нужно подумать, как помочь другим. Тогда поднялась одна женщина. она была в ярости и кричала. Я выяснил, что она не родом из Нью-Йорка, она даже не американка. Она даже не знала никого из присутствующих. Я спросил ее, вы все время возмущаетесь? Она сказала, да. В чем-то виноватые люди почувствовали себя виноватыми, грустные и загрустили. Я пригласил еще двоих и провел то, что я называю переговорами через посредника. Еврея, чья семья ясно об этом сказал. То, как они взаимодействовали, можно посмотреть на видео, которое я вам готов прислать. Вместо моего рассказа вы увидите, как все было. После занятий они сблизились, изменили свои взгляды на мир и вместе работают уже четыре года, чтобы в разных мечетях и синагогах донести идею необходимости мирного сосуществования. Один из них написал книгу «Мой джихад. Мой путь к миру». Так что настоящие изменения случаются. Я прошу вас об одном. Изучите свою систему потребностей, представлений, эмоций, которые вами управляют. Главное поделиться, потому что это придаст вашей жизни смысл. Вы сможете оценить мотивировки других людей. Это изменит мир. Спасибо.